Усач, снова ты здесь, ты меня преследуешь. Помните, что силовой луч не верёвка. Потяните себя к потолку, а затем используйте тройной прыжок, чтобы прыгать дальше. Надо же, я думал ты мне сейчас головоломку какую-нибудь загадаешь. А ты мне помогаешь в этот раз, да? Ну спасибо тебе. А там вон труба есть. Ладно, давай. Попробуем сделать, как он говорит. Есть, готово. Получилось. О, смотри, туда наверх ещё можно забраться. Ой-ой-ой, я упал, чёрт подери. А чё за труба, куда она ведёт? А-а-а, ну вон куда возвращает. Разбиваем эти досочки. Поднимаемся всё выше и выше и выше. Опа. Что у нас тут? Здрасте, Мардоси. Мы сейчас, короче, поднимаемся наверх вон к тому кристаллу. Видимо, там, только там есть выход. Снова ты. Что в этот раз? А теперь соедините лучом два деревянных блока и перейдите по нему на другую сторону. Это как? Я не понимаю, как это? Это вот так, что ли? Ого! Вау! Прикольно. И чё, я по нему бегать могу? Нифига себе! Вот это офигенно! Я теперь могу делать мосты! Чумачечья! Опупенно просто! Так, лезем ещё выше. Вон там вот есть какие-то розетки, прыгпанели. Что-то там ещё есть наверху. Нам явно надо идти сюда. Здесь мы сейчас с тобой замутим лесенку. Ээээ, не лесенку, а мостик. Вот туда. Пройдём. А если мы ещё здесь квадратно кастуем? Ооо! Как всё просто. А как здесь быть? Здесь ничего нету. Усач! Нужна твоя помощь. Чтобы убрать луч, нажмите кнопку выстрела. Ну это я знаю, это неинтересно. А, вон. Наверх, вон туда можно. Хопа! Ооо! Ооо, как надо было! Ооо, получилось наконец-то. Уууу, как высоко. Теперь нам нужно попасть вон туда. Но нужно это сделать очень быстро. Прыгаем. Давай-давай. Вот таким макаром. Пробираемся при помощи пряжки здесь. Что расскажешь? Вы можете ходить по вашему лучу под очень крутыми углами. Ммм. Ммм. Как? А, ну то есть вот сюда, наверное, прикрепить. Так. И вот так. Нет, это не так все просто. Вот так получилось. Вот так получилось. Смотри-ка, получается. Вот это просто чума. Офигенный луч. Теперь я понимаю, зачем он нам нужен. Чтобы перебраться через ворота Синевиля. Ну все, я вроде бы все изучил. Я теперь понимаю, как пользоваться этим лучом. Луч может притягивать легкие предметы друг к другу. Ммм. Что мне нужно здесь делать? Это мне нужно. Я думаю, что нам нужно сделать как-то, как-то вот так. И вот так. И по идее он должен... Во, 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 сработало. Есть! Мы прошли. Ништяк. Мы вышли отсюда, точнее. Хе. Кристалл. Спасибо тебе за эту уникальную пушку. Я буду вечно тебя благодарить. Что ж, нам осталось теперь отсюда как-то убежать. Здесь есть какие-то лазеры, новые какие-то штуки появились. Значит... Значит... А для чего они вообще? Я вижу проводок. Он идет вот так вот. Идет, 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 идет к прикпанели. Значит, нам нужно... Нам нужно... Вот эту штуку... А эту штуку нужно каким-то макаром перекрыть. Вот я когда, перекрывая луч, активируется прейк-панель. Но... Что бы там сделать такое? Здесь даже зацепиться не за что. Я попробовал сюда накастовать свой куб. Но к нему я не могу ничего прикрепить. Нужно, видимо, найти какую-то деревяшку, которую я сюда поставлю. И... Должно сработать. Но где эта деревяшка? Кстати, смотри, здесь ключик нужен. А здесь куча кнопок. Просто громеньше. Платформа. Давай нажмем вот на эту кнопку. Она активирует что-то здесь. Платформу. Она активирует вон там платформу. Нет, нифига не работает. А здесь? Здесь тоже не работает. А если я нажму белую кнопку? Опачки. Смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. У нас накастовалась здесь деревянная коробка. Она-то нам и поможет. Только как бы ее вытащить? Вон, снизу как-то можно пробраться. Мы спустились и вниз. При помощи дерева мы сейчас... Не-е-е, мы туда не можем пробраться. Слушай, как нам туда пробраться? Вот это вопрос. Здесь не за что зацепиться. Здесь нет металла, при помощи которого я бы смог туда подняться. Ладно, пойдем-ка, сходим вон туда. Посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть еще один луч, который активирует вот эту дверь. А также мы можем пройти еще дальше. Здесь у нас есть небольшая желтая труба и луч. Ага. Кажется, я начинаю понимать. Нам нужно встать вот сюда, вот так. Подойти сюда. Нет, еще раз надо. А если мы сделаем вот так? Вот так вот надо было это сделать. Теперь давай наверх. Подтягиваемся. Подтягиваемся. Монеточки вижу. Можно туда как-нибудь взобраться? Туда явно как-то можно взобраться. Только как? Вопрос на миллион. Это чего здесь? Ключик. Пожалуйста, вот вам ключик. Берем. И спускаемся сюда. Сейчас-то мы откроем эти дверцы. Ну что, дверца, показывай, что ты там скрываешь. Ящик? Нет, здесь сундук. Сундук с шанскрит мечом плюс 5%. Слушай, а что если мы сделаем, 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 знаешь как? Точно, по-любому. Значит, мы откидываем наши платформы обратно. Сейчас ты посмотришь на мой гениальный план. Мне кажется, это должно сработать. Ну, я по крайней мере так думаю. Короче, нам нужно прикрепить фиолетовый луч к этим платформам. Делаем так. И вот так. Во! Получилось. Теперь нам нужно одновременно отправить их обратно. Ну-ка, смотрим. Получится у них или нет? По идее, луч. Вон он, луч идет, идет, идет. Да, сработало! Получилось! Получилось! Берем коробочку, ставим ее сюда. Ну, да. Ну, не совсем, надо чуть-чуть. Если честно, мне кажется, что луч здесь не поможет. Ну, хотя надо попробовать. Ну, да, луч не помогает. Значит, хотя, смотри, он луч-то перекрыл, но прыг-панель не активировалась. Странно. Тогда делаем следующим образом. Встаем на прыг-панель. Ну, вот так вот встанем. И подтягиваем теперь наш ящик. Ееее! Получилось! Опа! А, черт подери, сюда, походу, тоже нужна коробка или что, или как? Есть досочки в стенке. Одну уберем, другую уберем. И, видимо, мы их можем как-то притянуть или что-то там получилось, я не вижу. Нет, не притянуть. Значит, нужно встать на этот мостик и поставить здесь куб. Ага! Точно! И теперь мы можем пройти здесь. Что же ждет нас здесь? Опять ты, шляпник. Усатый. Теперь, силовым лучом, вы можете пройти в синеве. Следуйте за указателями. Ну, спасибо тебе, усач. Очень красивые деревья тут. Слушай, а с них листва, интересно, фиолетовая сыпица, нет? Ага, сыпица, сыпица. Вулканические твари появились. О-о-о-о! Блин! Лововых тварей мы уничтожили. Но здесь есть головоломки. Первая головоломка вот эта вот. Соединяем наши досочки. И пробуем теперь запрыгнуть вон туда. Почему здесь нарисована морковка на указателе? Вопрос. На миллион. Еще эти вулканические твари. Подождите, я пушку поменяю. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь, товарищ? Я здесь! Блин! Морковка указатель в ту сторону, а сюда указатель к синей вилле. Я пойду к морковке. Морковка должна быть где-то здесь. Вон там мешок, видишь, огромный? Значит, там морковка. Сматрик, трубень. Трубень и... Вантед разыскивается кирка? Ты кирку? Это же Майнкрафт! О май гад! Чувак из Майнкрафта! Ха, прикольно. Что расскажешь? Я боюсь сломать свою кирку, поэтому мне нужна алмазная кирка. Если найдешь такую, я разрешу тебе взять несколько кристаллов с заднего двора. Круто! А кирку я видел, 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 видел где-то здесь. Видел наверху где-то кирку. Смотри, вон она, вон она лежит, кирочка. Надо туда как-то добраться. Ну-у-у! Есть идея, как туда добраться. Я думаю, что нам нужно как-то по верху, наверное, пропрыгать, потому что там вон монеточки стоит. Она прямо указывает, что типа, забери меня. Значит, нужно туда наверх пробраться. Кстати, прочитал один комментарий, что если я поставлю вот так вот кубик, ага, и прыгну на него, ой, лаута бьется, точнее обжигается, и прыгну вот так вот, то я закупорю вот этот вулканический прорыв. Но что-то нифига не работает. Обман? Кругом обман. Меня обманули. А я повелся. Возвращаемся к нашему Майнкрафтеру. Возможно, здесь есть где-нибудь проходик, который мы не заметили. Кстати, смотри, какие щели огромные. Ага. Но туда мы не пролезем. Мы слишком толстые. И здесь я вижу трубы. Прэкпанели. Кнопочка. Кажется, нам туда. Прэкпанель активирует. Оу, нифига себе. Чуть волосню себе на башке не поджег. Опасно. Опасная тема вообще. На самом-то деле. Значит, нам нужно каким-то макаром. Я даже не знаю, прэкпанели нам нужны или нет. Где-то скелеты появились. Вижу. Это голем. Лавовый. Полосец. Да что ж такое? Куда ты убегаешь от меня? Иди сражаться. Ой. Ай. Да вы что, оборделись что ли? С двух сторон. Все. Всех победил. О, чуваки ходят. Морковочка. Тыква огроменна. Здесь, наверное, народ поклоняется тыкве. Смотри, она прям на пьедестале каком-то стоит. А здесь вот... Хей. Чуваки бородатые. Это же, по-моему, лесорубы, нет? Ну-ка, давай подойдем. У меня есть стальные шары. Три штуки. Очень тяжелые. У тебя хватит сил, чтобы как-нибудь вытащить их из дома? Ммм, надо попробовать. А ты что скажешь про его стальные шары? У него реально огромные шары. Божечки, чем-то тут попахивает другим. Зайдем в дом. Ни хрена себе, реально огромные шары. Хе-хе-хе. Ладно. Эм, возьмем магнит. Ого! Я их даже магнитом не могу вытащить. Я к ним примагничиваюсь. Ммм, как бы вас вытащить-то, слушай. Не, поднять не могу. Пупок надорву. Ммм, что же с вами сделать? Может быть... Не, так не работает. А если вот этой штукой? Можно? Нет, нельзя. Никак нельзя. А если прыгнуть и топнуть? Не, не помогает. Короче, мне нужна перчатка Таноса с камнем силы. Чтобы я мог поднимать тяжелянные просто предметы. Как вот эти вот шары. Ну, пойдем. Прошвырнемся здесь по деревушечке. Которая поклоняется огроменной тыкве. Может, у них здесь затерялась такая перчаточка. Я не знаю. Нифига здесь народ... О, магазинчик. Магазинчик. Привет. Как дела у тебя, продавец? Мне приходится бегать туда-сюда между моими магазинами, чтобы всегда быть там же, где и ты. А, так вон, ну че. Ты вместе со мной телепортируешься. Точнее, ты телепортируешься, а я бегаю. Это один и тот же продавец. Мне постоянно все продает. Значит, монеты мне, в принципе, не нужны. Шанс скрита тоже не хочу брать. Скорость перезарядки не могу. 250 стоит. Регенерация здоровья не хочу. Шанс скрита... Блин, да тут фигня какая-то. Ничего не хочу покупать. Смотри-ка, морковка растет. Она у них нифига себе гигантских размеров каких. Ну-ка, пойдем. Опа. Это же Дэдпул. Точнее, это не Дэдпул, это готы. С крестами стоят. Забавно выглядят. Так. Ха-ха-ха. Теперь только у нас есть морковь. Вы че, банда разбойников, которая выращивает морковь? И только вы имеете право на это, что ли? Как мы классно придумали подкинуть те фиолетовые кристаллы в их город. Светящиеся мухи обожают их. И морковь. Ха-ха. А, вон оно че. Короче, фиолетовые кристаллы приманивают мух, которые сжирают урожай моркови. У нас же в деревне тоже вроде бы есть такие фиолетовые мухи. Надо бы их как-нибудь затравить, убрать, я не знаю. Вот же ж вы проказники, а. Я бы вас, эх, вот так вот лазером испопелел бы. Что у вас здесь есть, собственно? Монеточки соберем. На кровати лежат дискетки. А в бочку можно что-нибудь налить, насыпать? Наверное, морковки сюда может что-нибудь еще приторабанить. Ну-ка, давай морковочку попробуем. Не, морковку не могу вытащить. Хм. Чувак, а ты мне что-нибудь скажешь, нет? Гремучий ужас действительно мертв? Да я шоу победил, ты че? Да, новости здесь довольно медленно распространяются. Я же главный герой, который его мочканул. Фермеры. Светящиеся мухи съели всю нашу морковь. Они ее так обожают. О, да. Кажется, этих ням-ням мух привлекает яркий фиолетовый свет. Можешь приманить их чем-нибудь, чтобы они улетели отсюда? Есть у меня одна идейка. Попробуем сделать вот так. Ребята, ребята, смотрите. Смотрите, кубик фиолетовый. Не, это кажется не работает. Что-то побольше надо, да? Может быть, кристалл где-нибудь оторвать? Только где бы такой найти? Вот, например, если бы... Не, здесь слишком здорово. Я нигде не могу оторвать кристалл. О, монеточки. Пойдем лучше монеточки пособираем. А то что-то меня загрузили своими задачами местные жители. Мне кажется, сюда я не допрыгнул. Мне надо прыгнуть сюда. Потом на кактус. И, о! Что это здесь у нас скрыто? Монеточка! И кирка? Кирка? Да ладно. Я думал, нам другую кирку надо. Подожди. Пойдем, наверное, к Майнкрафтеру сейчас. Офигеть, я даже не ожидал, что я здесь найду кирку. Очуметь. Чуваки, а что вы смотрите в стенку? Тут же ничего вроде не нарисовано даже. Я все-таки забрался на самый верх. Но мне преградила путь невидимая стена. Сорян, чувак, что я в тебя лазером спульнул. Почему он не хочет позволить нам выбраться отсюда? Да уж, чуваки, тяжелая ваша участь. Ну, вынесите это бремя, ага. И смотрите в стенку. Ха! А мы берем кирку и тарабаним ее к Майнкрафтеру. Подожди, а мы до тут допрыгнем или нет? Как думаешь? Если скуба, в принципе, шансы есть. Вау! А что вон там у нас скрывается? А, это здесь у нас тяжеленные шары. Ладно, поскольку у нас монетки все-таки есть, давайте скупим критический урон для меча. Реген возьмем. Урон пушки плюс 5% и максимум монет. Эй, Майнкрафтер, смотри, что я нашел для тебя, кирочка. Мне не нужна белая стальная кирка, мне нужна синяя алмазная. А, точно. Точно. А это разве белая кирка? Вроде бы деревянная. Стальная, металлического цвета. Ну, ладно, растение нравится, я здесь ее все равно оставлю. Мы, по-моему, еще не заходили в это здание, но оно закрыто. Может, там есть обходной путь? Смотри-ка, сзади здания есть вот такой вот расколотый камень. Но, боюсь, что я не смогу его никак и ничем повредить. Зайти не получится. Видимо, мне здесь понадобится перчатка силой. О, еще одна кирка. Тоже взять могу. Слушай, а может быть кирку я смогу перекрасить в алмазную? Только где я достану алмазный цвет? Ха, вот это вопрос, да. Что за кнопка? Что делает? Что-то сделал? Но непонятно что. А, о-о-о! Открылся вот этот вот ящичек, а тут у нас урон обрушения плюс 33. Конечно, беру. Давай-ка попробуем забраться вот сюда и к большой тыкве. Включаем нашу пряжечку. Поднимаемся. Теперь нам нужно попасть к тыкве. Тыковка? Тыковка моя, дай кусну тебя. Хе-хе. А, отсюда можно до монеточки добраться? Это все, конечно же, ради монеток. Нет, я туда не допрыгну, слушай. При любом раскладе я туда не допрыгну. Хотя есть вон та доска. Опа. Это кто здесь проснулся? О, спасибо, что вы мне указали, что здесь есть кнопочка. Извини, нечистый. Пересоздать бочку. Мы где-то создали бочку. Ого, какой вентиль. Ого, какая труба. Прыгпанель вижу. Блин, еще одна прыгпанель. Это идти в синевель. Ууу, кислотное болото. Зачем оно здесь? Непонятно. Двигаемся дальше. Здравствуй, тетя. Что расскажешь? У тебя есть кирка, чтобы разбить эти блоки. Подожди, так вот зачем кирки-то? Ё-моё. Теперь я понял. Пойдем возьмем ту кирку. Вот она наша кирочка. Мы ее берем. Идем за это здание. И попробуем разбить вот тут блок. Так. А как, как это? Вон оно, как это работает. Здорово. Здесь еще есть секретная зона. А сундука здесь и нету. Забираем, значит, монеточки. Есть еще одна кирка. Да сколько здесь кирок, так может быть? Нажмем на кнопочку, чтобы открыть дверцу. Прикинь, все эти кирки стаскать Майнкрафтеру. Он дико будет счастлив. Они же у него постоянно ломаются. Может быть и алмазно не пригодится. Берем, значит, кирку. И пойдем ломать что-нибудь еще. Вон там, вон вижу блок. Смотри, сломать можно. Здесь вот блок вроде бы можно сломать. Давай попробуем. Только вначале поговорим с тетечкой. У тебя есть кирка, чтобы разбить этот блок. А, я в курсе. Спасибо. Ммм, несколько ударов надо сделать. Интересно, а кирки-то реально ломаются здесь? Или Майнкрафтер просто пошутил? Так, разбили блок. А вот тебе и губки. Губки. Да ладно, че кирка исчезла? Че за звук-то был? А, это здесь тетка стояла. Она исчезла. Короче, вот у нас появились губки. Не знаешь, почему никто не приходит в мой магазин губок? Ведь мои губки не просто сосут. Они высасывают все виды жидкостей. Знаю, чувак, потому что ты забаррикадировался, и к тебе не мог никто пройти. А теперь, благодаря мне, у тебя здесь очередь выстроится. Поэтому губки я беру у тебя бесплатно. Спасибо. Кирочка, иди сюда. Мы еще не закончили. Кстати, вот красивая машина. Она нам с тобой пригодится. Нам нужно разбить вон тот вот блок. Интересно, что там? Прям мы туда можем пробраться при помощи нашей вот этого чудо-штуки. Запрыгиваем. А здесь сундук! Что в нем? Комбо урон плюс 25. Че это за комбо? Первый раз такое вижу. Комбо взрыв. Из вашей пушки теперь наносит на 25 урона больше. А, ну понятно. Понятно. Пойдем поговорим с девочкой Малибу. Что она нам расскажет? Можешь воспользоваться нашей покрасочной машиной, но она пуста. Заполни ее при помощи той бочки. Она вон там, в дыре между блоками стены. Эм. В какой дыре? Стене здесь очень много дырок. В стенах. А, вон там она имеет в виду. Вот здесь вот. Вон бочка, я ее увидел. Ммм. Ну а как мне туда пробраться? Может мне бочку просто... Попробовать вот этой пушкой вытянуть? Не, она не вытягивается. Слушай, она даже... Несмотря на то, что бочка деревянная, я не могу притянуть ее этой пушкой. Потому что не могу зацепиться. А к вот этим неактивированным прыг панелям? Вполне могу. Темное помещение. Кто у нас здесь? Товарищи Малибу. С интересными стульчиками. Угадай, что я использовал, чтобы покрасить мой стул? Ну, думаю, кристалл синий. Вот такой вот. Мой стул намного красивее, чем его. Может, у тебя даже есть с собой что-нибудь, что может дать такой же цвет? Ну, как бы... Вот, пожалуйста. Мой куб. Какая у тебя огромная тень. Ребята, если что, я могу у вас стулья стащить? Нет, стулья не могу стащить. Ну вот. Неподалеку от этих красителей стульев я нашел еще один домик, закрытый. В него пробраться, я так думаю, просто так не получится. Ладно. Тогда пойдем возьмем белую дискету, приложим ее сюда. Чуваки, я у вас дискетку возьму. Пока вы тут любуйтесь своими стульями. Вставляем. О, прыг-панель. Куда ты нас отпрыгнешь? Что-то... Что-то как-то... Слабоватенько тебе не кажется, а? Прыг-панель. А, здесь блок мешает, вот этот вот. Ммм. Он прям вообще здесь неудачненько стоит. У меня созрел один интересный план. Смотри, что мы сейчас сделаем. Мы можем зацепиться за эту деревяшечку. Вот таким макаром. И притянуться к ней. Вот так вот. Главное не упасть, хотел сказать. Эх, какой же я рукожоп, а? Смотри, только сейчас заметил, что от вентиля падает тема, и здесь как бы черепок. Тень черепка. Типа опасная зона. В общем, что мы делаем с этой деревяшкой? Значит, кастуем сюда вот так. Теперь прыгаем вот так и... Не, не получается. Надо пошустрее, может быть, я не знаю. Нет, так тоже не получится. Главное не упасть. Ну давай, ну давай, ну давай. Ну что ж такое-то, а? Короче, берем кирочку. И разламываем вот эту стерочку. Посмотрим, куда она нас ведет. Ой! Ой-ой-ой. Какая-то опасная зона. Ну это мы, короче, вышли на дорожку к Синевилю. Здесь где-то должен быть водопадик. Давай попробуем забраться при помощи этой доски. Так. Вот таким вот магаром мы бы забрались. Лучника сейчас грохнем. Что мы можем здесь сделать? Точнее, отсюда сделать, что мы можем? Смотри, что я заметил. Пойдем-ка сюда. Какие здесь коварные пути. Достаем! Отлично! Ну, эх. Попытка номер два. Есть! Забрались. А здесь у нас синие гнилые досочки. О-о-о-о! Сундучок. Если честно, я думал, что здесь будет что-то другое. Более ценное, чем сундук. Но радиособрушение тоже пойдет. Мы снова забрались на это здание. Теперь от него прыгаем сюда. Заберем монеточки. Водопадик. При помощи досочки можем туда запрыгнуть. Таким макаром. О-о-о! Монеточки мои. Прыгаем туда. О, смотри, труба. По трубе-то мы сейчас... Блин. Окно. Долбное окно. Ладно, фиг с этим окном. Включаем нашу пряжку. И полетели по трубе. Ползать как спайдер-мейн, спайдер-мейн. А смотри, наверху, по-моему, тоже окно. Ну, действительно. Ну, а что за дела? Как так? Как дальше жить? Забираем монеточки. Пойдем, пройдем через водопадик. И я вижу, как попасть туда. К нашему рычагу. Прыгаем. Уип-пи! Есть! На рычажок сейчас нажмем. Что он сделает? Что он сделал? Я не въезжаю. Смотрим. А, он повернул прыгпанель. Смотри, круто! Теперь мы сможем сбросить бочечку. Обалденно. Так, тихо. Отключаем пряжку. Нам нужно встать бочком. Ух, как замедлило меня. А почему я не стреляю? Я не могу стрельнуть здесь. А я как будто в матрице был. Короче, я не смог стрельнуть, потому что пушку не поменял. Еще разочек. Давай бочком встаем. Давай, давай. Да что ж такое-то? Есть. И надо в бочку попасть. Попаду, не попаду. Эй, черт подери. Стеночку. Еще разок. Так, 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 так. Ну? Есть! Бочку сбросил. Блин, чуть-чуть, чуть-чуть ей осталось. Еще попыточка. Все. Она сейчас должна была упасть. Я больше чем уверен. А, нифига, смотри. А, вот она, бочка-то и валяется. Наконец-то мы ее достали. Фух. О, да. Сейчас мы поставим в красивую машину. И начнем нашу покраску. Ееее, все активировалось. Ну, а то, как мы начнем все красить и проходить этот уровень, ты узнаешь в следующей серии. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик, коментосик и также подписочка, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok